Привет всем добрым людям! С вами Елена на своем канале Мой сад воплощение мечты. Самое-самое начало сентября, и я продолжаю пополнять свой садовый архив за семнадцатый год. Сезон практически подходит к концу. Есть, конечно, еще надежда, что сентябрь у нас постоит теплый, компенсирует нам холодное начало лета. Ну вот, как есть. Год оказался очень показательный, очень дающий опыта. То есть все это вкупе на самом деле больше плюсов, чем минусов, но попереживать, конечно, пришлось. Ну, как есть, как есть. Смотрим, что получилось. Все очень сильно припоздало, и те цветы, которые, на которые я сейчас смотрю, как они себя чувствуют, как они выглядят, ну, в прошлом году это начало августа. Начало августа. То есть еще цветет моя стильбочка поздняя, только-только начинает розоветь очиток видный. Только-только начинает розоветь гортензия. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас все поближе. Это общий план от беседки. Это общий план от беседки. Вот так. Вот так все видится от беседки. Вот этот пион сейчас здесь, в общем-то, мешает. Сейчас я настроюсь. Мешает. Нет просмотра для гортензии. Не видно ее из-за него. Но я уже вам говорила, что этот пион пойдет в добрые руки. Так что гортензию будет видно. Ирис. Ирис болотный. Он просто у меня абсолютная монархия сейчас в саду этого ириса. Очень я его люблю. Но вот хочу зафиксировать один момент. Потому что уже второй год я это дело пропускаю. Его нужно как-то, какую-то ему опору. Потому что в августе он начинает укладываться. Он начинает укладываться. А поскольку я вокруг него хочу посадить розы, можно будет это дело как-то, как-то дело, ему подпорку какую-то делать, чтобы он свои листья не раскладывал на розы. Сейчас это никому не мешает, никому, ничему. На следующий год это может помешать. Вот это я для себя заметочку сделала. Как я вам уже говорила, это видео в большей степени для меня. Чтобы посмотреть, как что у меня получилось. Сделать выводы. Вот еще один вывод. Цидантеру все-таки нужно проращивать раньше. Намного раньше. Луковки нужно в марте сажать в горшочки и потом высаживать. Тогда можно будет насладиться ее цветением. В этом году, видимо, нет. А в прошлом мне удалось получить от нее цветочки. Это самая поздняя хоста моя. Самая поздняя хоста. Вообще цветение хост меня не впечатляет. То есть они, конечно, хорошо дополняют природный сад, но больше мне нравятся листья. Исключение вот это хоста. Помимо того, что у нее красивые крупные цветы, они еще и душистые. Красотка. Цветет. Развернемся. И еще раз посмотрим на мой сад от калитки. Это мой любимый ракурс, как я вам уже говорила. Это мой любимый ракурс. А с появлением настилов в саду все сильно изменилось. И теперь ракурс этот расширился. Теперь он стал вот прямо от дома. И вот так вот все мне более-менее нравится, как получилось. Очень мне не хватает. По-прежнему я ною по поводу того, что не хватает мне бархатцев. Сад получился очень спокойный, несколько романтичный даже. Это не совсем в моем духе. Мне больше бы буйство красок подавай. Но так тоже очень мило. Очень мило получилось, на мой взгляд. Подберемся к этой клумбе поближе и рассмотрим ее поподробнее. Что у меня здесь. Очиток. Очиток гибридный. В этом году он не такой бордовый. Видимо, не хватило ему в начале лета солнышка. Но все равно хороший почвопокровник. Удачная посадка колеусов, на мой взгляд. Тот был еще бордовый, но с ним случилась неприятность. Господь с ним. Мой любимый очиток видный. Много раз вам его показывала. Моя любимица мини-розочка. Тоже вам уже хвасталась ей. Продолжает она свое старательное цветение. Лапочка. Аскот. Роза Аскот. Очень хорошо наросла в этом году. Также я посадила недалеко от нее карманьолу. Будет розовые цветы. И здесь я посадила патио розочку. Такими зеленоватыми цветами. Герани. Герани, видимо, так и не успеют. Ну, может быть, по одной шапочке они успеют процвести. Но зато хорошо развились эти черенки. И у меня есть надежда, что они у меня перезимуют. Еще один очиток. Вот этот беленький. Хорошее растение. Пахизандра хорошо наросла. Моя любимая остильбочка карликовая. Самая поздняя. Самая поздняя. Все уже давным-давно отцвели. Она цветет. Красавица. Циния. Циния только-только. Циния сорт лилипуд. Сортосмесь. Хорошо так они. Ну, вот только-только. Только-только. Ну, что поделаешь. Кохия в этом году не очень большая. Но тут достаточного ее размера для того, чтобы связать всю эту композицию. А вот это, вот это растение, которое сейчас в центре кадра, это датура. Которую растюшечку мне подарила Зоя в начале лета. Ну, вот она очень долго сидела без движения. Теплолюбивое все-таки растение. И вот сейчас она растет. Ну, не знаю. Листья очень красивые. Очень красивые. Пусть она будет. Что будет, то будет, как называется. Ну, вот этот кусочек я покажу вам в горшечном саде. Что тут у меня. Пойдемте дальше. Вот здесь вроде тоже так все неплохо. Единственный вывод, что от лабелии сапфир я решила отказаться от этого сорта. Ну, по крайней мере, вот в этой посадке и делать здесь водопадик с ручейком из голубого бриза. Вот он, голубой бриз здесь внизу, а в бачке сапфир. И он как-то, ну, совсем себя не показал. Очень расстрелпа. Может быть, в отдельно висящем каком-то контейнере в сочетании с другим каким-нибудь крупноцветковым цветком. Сипропетуния. Может быть, герани красный. Голубой с красным хорошо сочетается. Классика жанра. Может быть, его и можно вырастить. А вот здесь у меня, конечно, голубой бриз был бы лучше. Был бы лучше. Хорошо подросли очитки. Здесь такой массив, в центре которого, такой баскет, можно сказать, в центре которого у меня посажен пион. Ну, это мой эксперимент. Кто со мной давно знает про этот эксперимент, хочу, чтобы вот эти очитки, у них небольшая корневая система, они немного забирают питательных веществ. И мне хочется, чтобы вот тот пиончик маленький, который сейчас в центре, не знаю, видно ли вам его, чтобы эти очитки для него создавали как бы естественную опору. Посмотрим, что из этого получится. Не получится, так переделаю. Пиончики мои, пиончики. В этом году я рассказывала вам, что пионы у меня куплены с рук в переходе на ВДНХ, в переходе метро ВДНХ. И они были, оказались очень больные. Очень больные. И три года я их лечила. И я вам хочу сказать, что я преуспела. Это первый год. Первый год, когда вот листья почти полностью, чуть-чуть там какие-то пятнышки есть. Я продолжаю обработки фитоспорином, чистоцветом, скором. Продолжаю регулярные обработки. И вот первый год, когда листья сохранились до сентября практически полностью. Это очень радует. И это обеспечит отличное цветение на будущий год, я надеюсь. Это вот жалкое зрелище. Вот это вот сейчас в центре кадра. Это канна моя. Это единственное, что сохранилось. Не знаю уж, как она там нарастила, что-то не нарастила. Конечно, подсвести она не успела, но, по крайней мере, она жива. И это радует. Розочка Манстед Вуд ждет еще посадки. Ну, это очень большой у нее тут контейнер, так что она прекрасно себя чувствует, даже бутонится. Так что ничего страшного, что я немножко подзатянула. Вот это красота. Вот это красота. Обожаемое мной растение. Коровяк обыкновенный. Он же медвежье ухо. И, в общем-то, я очень бы хотела, чтобы он никаких тут стрелок мне не пускал. И очень я надеюсь, что он не будет этого делать, потому что это двулетнее растение, и после цветения оно заканчивает свою жизнь. Отдельный экземпляр. А если он сейчас зацветет, то, конечно, ни о каких семенах речи быть не может. И мне снова придется его искать. Где-то он растет, как сорняк, а мне пришлось добывать его семена, высаживать его, сеять его в начале февраля и вырастить его из рассады, через рассаду. Что тут у меня есть еще? Отремонтированная мною задерненная дорожка весной. Я ее ремонтировала, поднимала, утрамбовывала. А то она была уже вся проваленная. Таким желобком было. Все нормально, хорошо отросла. Еще есть небольшие проплешинки, можно будет подсеять весной. Но это уже совсем другое дело. Опять же, вот тот же самый очиток внизу, вот этот с бордовыми листочками. В этом году они скорее такие серо-розовые. Ну, ничего. Вот датура с этой стороны. Розочки мои. И соп после радикальной стрижки, после цветения, я его радикально подстригла, он оброс и собирается снова цвести. А вот это я посадила декоративную капусту, но не знаю, успеет ли она или нет. В нескольких местах в саду я ее пристроила. Посмотрим. Начала уже распадаться вот эта куртинка куртинка гвоздички многолетней. Наверное, надо будет ее рассаживать. Не такая уже плотная подушечка. Но все равно она еще держит декоративность. Держит цинерария. И за ней прекрасно, прекрасно нарастила кустик роза минерва. Это из коробочки весной посаженная, купленная в Дарвине. Минервочка моя. У меня их две. Бутонится очень сильно. Не знаю, успеет ли я. Не успеет ли я. Надеюсь, что успеет. Вот эти кочечки. Это моя армерия красивая. Даже порывается вторую волну цветения тут мне устроить. Такую слабенькую, но все-таки. Шикарно отцвел вот этот флокс. Я вам показывала. Возможно, я немножко его сдвину, потому что он оказался все-таки большой. Я думаю, он будет карликовый. В том саду, в котором я брала его, этот флокс был, ну, сантиметров, наверное, сорок не больше. У меня он вымахал с цветами. Ну, вы видели, он был очень большой, сантиметров, наверное, ну, даже метр. Что тут у меня еще? Иберис. Иберис многолетний. Вот тут за гвоздикой. Такая подушечка была уже довольно-таки существенная, беленькая. Надеюсь, что на следующий год будет она более заметна. И будет здесь хорошо. Вот мой опознанный кустик. Спасибо вам большое, что вы опознали его. Так приятно теперь произносить его название. Меума тамантовый. Меума. Очень красивое название. Очень красивое растение. Не прихотливое. Очень мило смотрится. Ну, а вот это лаванда. Лаванда. Я вам жалую, что весной кошки ее сломали. Обещала вам больше не жаловаться. Не буду жаловаться. Но хочу показать, что я ее подстригла после цветения. Все, что там было поломано, состригла. И вот она прекрасно как себя чувствует и прекрасно выглядит. Очень надеюсь, что она также прекрасно перезимует. В прошлом году она зимовала, вы знаете. И все было хорошо. Ну, я надеюсь, что и в следующем году тоже будет все хорошо. Что у нас здесь? Божечки мои, наконец-то бархатцы. Вот маленький клочочек бархатцев. Еще на задворках у меня бархатцы получились. Но это, конечно, малая толика от того, чего я хотела получить. К сожалению, бархатцы у меня не получились. Было и очень холодно. И на то, что сохранилось, кроме вот этого, вот этой вот посадки, остальные напали слизни. И, в общем-то, они даже не успели прижиться, развиться. Всю рассаду съели слизни. В начале июня, в начале, даже почти в конце июня, было холодно, дождливо. И все пропало. Все пропало. Ну, ладно. Картензия. Сейчас я отдалюсь, вам покажу ее. Красотулька. Вот она. Говорила вам, что я оставила на дне эксперимент и оставила больше веток, чем в прошлом году. У меня была такая идея, что будут соцветия поменьше и они не будут так укладываться. Ничего подобного. Они укладываются. Да, они стали помелче, но они все равно укладываются. Так что буду я стричь ее так, как стригла всегда. Вот здесь еще сейчас хочу цветочек вам показать. Бреточка моя вот сейчас в центре кадра. Вот она, моя красоточка. Там за пионом тоже есть. За пионом, за вот этим. Ну, вот как я уже неоднократно говорила, пион этот уйдет и тут откроется солнечное место, и абриета станет на месте, и все будет хорошо. А вот там вот наконец-то полное цветение. Полное цветение моей розы Wellbing. Wellbing в переводе с английского благополучие. Чудесное название для чудесной розы. Очень ароматная. Очень ароматная, очень красивая, приятный цвет. Цветет. Читала в отзывах про нее, что она однодневка, то есть цветочек очень быстро опадает. Ну, вот смотрите, у меня вот эти три цветочка уже несколько дней. Так что... Так что отзывы это дело очень-очень субъективное. То есть у кого как получается. Смотрим то, что получается у нас. Вот этот красный цветочек. Вот этот красный цветочек. Это гайлардия, которую я вырастила из семян. Биотехника. Вот она полностью соответствует картинке и описанию. И описанию, конечно же, она будет пересажена отсюда. Это так. Детский садик, можно сказать. Там их у меня две штучки. Две. И обе... Вот это уже полностью расцвела. На второй там бутончик. На второй бутончик. Вот. Ну, сейчас еще развернемся и посмотрим с другого ракурса. Это я стою рядом с гортензией. Рядом с гортензией. Вот она здесь. Моя красотулечка. Лаймлайт это сорт называется. Ну, зеленоватые у нее такие цветочки. Не знаю, передает ли камера. с таким она лаймовым оттенком. Очень красивая. Несмотря ни на что, несмотря на мою ошибку, мой ошибочный эксперимент, несмотря на то, что поломана была, все хорошо. Все хорошо. И когда вот этого пиона, повторюсь, не будет, ее будет видно от беседки. Такова задумка. Полынь Людовика. Я ее рассажу по саду, посажу ее в ведра, потому что она девушка коварная, ползучая. Я вам уже рассказывала, как она меня перехитрила и осталась в моем саду, потому что первый год это было какое-то недоразумение, и я хотела ее убрать, но она осталась. Она осталась. А вот что касается гладиолусов, вы знаете, я вам показывала, была в таком восторге, но я разочаровалась в них. Цветение молниеносное, просто молниеносное, меньше недели. Я не знаю, может быть, то, что жара была как раз в тот период, такая прямо ощутимая жара, сушь, может быть, поэтому. Ну, в общем, вот эти луковки, конечно, я постараюсь сохранить и посадить. Может быть, чуть-чуть подаль. Здесь у меня розы уже посажены. Ну, не знаю, гладиолусы встали под вопрос. То есть была в полном восторге, когда они начали зацветать, и потом то, что это очень быстро все произошло, и место оголилось, можно сказать. Никакого яркого пятна здесь не было. Поэтому я задумалась. Я задумалась. Вот. Ну, пойдемте, пройдемте дальше. Только-только набирает декоративность, как вот и вот эти бархоточки, набирает декоративность моя сальвия Рио. Я сеяла ее больше, но поскольку она была, ну, совершенно-совершенно, она никак не могла прийти в себя, я оставила только один вот этот кустик. Прийти в себя от холодов она не могла. Я оставила только вот этот кустик с целью собрать семена. И вот она только-только набрала какую-то декоративность. Ну, хорошо, хоть семена будут. А вот это безобразие, вывалившееся на дорожку, это выращенное из семян в этом году. Хризантема индийская. От престижа, между прочим, не какая-нибудь. Вот она вот здесь вывалилась на дорожку и вот напротив. Должна была быть 20 сантиметров. Как видите, какие тут 20 сантиметров. Все 60, а еще будет свисти, мешает проходу. Хочу еще здесь удачную посадку вам показать. Это очиток едкий и чабрец. Чабрец обыкновенный. Рассадила в прошлом году, отлично подсвел, я его подстригла и он сейчас снова отлично оброс. Чудненько здесь получается. Задумка такая. Сиреневый цвет, желтый цвет и голубой цвет от лаванды. Вот еще один момент, который в этом году у меня случился. Куст молоча и многоцветков развалился. развалился, не знаю, сам по себе он развалился, то, что нарос такой большой. Помогли ли ему кошки или это дожди такие сильные были, его так раскидало. Ну, в общем, вывод такой, что его нужно будет подвязывать, подвязывать, собирать в кучку, но я его оставлю. Он очень мне нравится. Так, а над ним, над ним вот эти вот зеленые паучки. Это клематис жгучий, белое облако в итоге у меня будет. Это был сенец, сенец, и он должен здесь у меня образовать такое двухметровое белое облако. Семена оставила вот эти паучки с целью, чтобы он у меня рассеялся, чтобы я могла им делиться, потому что растение очень достойное, очень достойное. Локс красавец, цветет, цветет и цветет. Это остатки былой роскоши. Лилия Касабланка очень хорошо подсвела, очень я ею довольна. Петуния сортосмесь жабо от русского огорода. Очень красивые цветы, но очень недружно они у меня цветут. В прошлом году я тоже сеяла эту сортосмесь, думала в этом году как-то лучше будет, ну вот очень сами по себе цветы красивые, потрясающе красивые, но общий вид у растения слабо декоративный, я думаю. Потрясающие красоты цветы, очень мне они нравятся, они ну я даже не знаю, очень красивые, очень, и жилочки у них, и валанчик у них, и размер, то есть это вот смотрите моя ладонь, цветок очень большой, и вот они такие розовые, белые в этой сортосмеси, такие розовеи, более фиолетовые, в общем очень красивые цветы, не знаю, наверное, если я и буду пробовать это дело еще, то, наверное, в вазоне, наверное, в вазоне я сделала такой вывод, что петуния, ну по крайней мере у меня в вазоне получается лучше, в вазоне получается лучше, но цветы нереальной красоты, плюс тоже вот только-только пошел, только-только, вот развалившийся молочай прикрыл мою красивущую гехеру, в общем подвязывать его надо, подвязывать, не знаю, кстати, если кто выращивает это растение, скажите мне, подвергается ли он стрижке, можно ли его после цветения подстричь, и что из этого получается, такой у меня вопрос, и здесь рядом с петунией, рядом с петунией, вот я тоже подсадила еще декоративную капусту, опять же, под сомнением, она у меня успеет, не успеет, она стать именно декоративной, и вот здесь отлично получилась настурция, настурция, про которую я вам рассказывала, это из сорта смеси из какой-то, даже уже не помню какой, она у меня сеется уже третий год, и что мне у нее нравится, помимо того, что очень красивый цвет у цветочков, мне нравится то, что они над листьями, большая их часть над листьями, чудесный оленький цветочек, так что пусть сеется дальше, очиток видный, очиток матроны, надо куда-то более солнечное место его посадить, потому что у него должны были быть бордовые листочки, но они зеленые, но я вам уже говорила, что даже вот тот, который на солнце у меня, такой, который побегоносный, он в этом году не такой уж и бордовый, так что может быть, здесь их несколько, здесь их несколько, так что может быть, один оставлю здесь, один перенесу, ну и на этом месте я закончу первую часть обзора сентябрьского и с этого же места продолжу следующую, там у меня еще пасконник, там у меня свежая посадка клематиса, так что вот с этого места мы начнем в следующий раз, а сейчас я заканчиваю, все, выращивайте цветы и будьте счастливы, пока! Субтитры создавал DimaTorzok